У него конструкция есть. Он и выглядел на фотографии, как будто она в нем стоит. Защищаем его физический биоробот защитным потоком от чистых энергий Абсолюта. Берем Романа в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Романа поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Романа. Роман идет к маме. Ты говоришь, там конструкция есть, да? Она ему большая, да. Скэнер. Просканируй Романа, отключи эту конструкцию, выведи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. И как все это выйдет, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Это конструкция, она как полая внутри, и через нее передвигается что-то, и он эти движения чувствует на своем теле. Это конструкция где сейчас? Еще отключается. Хорошо. Ноги, руки, выше головы, она какими-то горками вокруг него. Готово. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Есть. И то, что там снимаются маски и голограммы с этой конструкции, и все, что там передвигается, выходит и идет в соседнюю клетку. Ну, это субстанция такая, она плотнее, чем жидкость по краям, как гусеницы. Органическая, неорганическая? Ставим маячок. Она полуорганическая. Хорошо, будем разбираться. Итак, конструкция вышла. Мы спрашиваем разрешение у Надежды на чистку ее сына. Да, разрешает. Даю команду. На счет риска она расканирует пространство над головой Романа под ногами 360 градусов вокруг него. Семь тонких тел Романа находит все. Ну, у него воронка с бесом. У него рептилоид и два грея. Репт и два грея. Все. До этого достаточно для меня. Так, считай цифру у репта над головой. 247. Военный? Абарант. Ставим маячки над греями, органические, неорганические? Органические, один, второй, робот. Хорошо. Открывая под роботом воронку, в галактическое дрон уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, греи. Рептилоид сегодня вы, возможно, будете даже уничтожены. За то, что вы осмелились войти в биополе ребенка, который еще не в состоянии отвечать за свои поступки и пользуется своей осознанностью. Вам это понятно? Уничтожить нельзя. Отлично. Грей получает удар 100 тысяч герц. Рептилоид получает удар 150 тысяч герц. Значит, мы растянем это удовольствие. Не надо пыток. Достаю шар с живой плазмой. Один, два, три. Хорошо. Я этот шар сейчас разделю на две равные части и каждому засуну ему в рот. Все знают, что это такое? Теряем энергию с этим шаром. Вы не просто потеряете, вы перестанете существовать. Здесь находится ваша ДНК. Он нас растворяет. Так и есть. А на каком основании вы растворяли свои конструкции биополи человека? Кто вам дал заказ на это дело? Почему вы вошли? Рептилоидные исследования. Рептилоидные исследования? А кто же послал вас на эти исследования, мне интересно? Какая тема исследования была? Какое основание для подключки было? Вот это, грубо говоря, гусеница должна была соединиться с биороботом и раствориться в нем, давая свои ДНК и определенные, вернее, то, что он несет, скорее всего, это реакции, другие иноземные манеры поведения и смешания ДНК. Сканер, просканируй сейчас полную ту души Романа на настоящий момент. 88. 88 процентов. Так. Ваши шансы становятся все хуже, рептилоид с ГРМи. Где еще 12 процентов? Часть конструкции, часть самой гусеницы. 2 процента все. Я надеюсь, вы ничего не вытаскивали и не делали еще копии из него. Ее нужно было напитать полностью, чтобы потом смешать с ДНК. Понятно. Этого уже больше не произойдет. 88 процентов у ребенка. Это просто уже беспредел какой-то. Я считаю, у вас нет никаких вообще оснований существовать после этого. Вы паразиты, вы преступники, которые пришли убивать душу. Я вам это не позволю сделать. С рептилоидом и ГРМ еще один вопрос. Сколько вы находились с этой конструкцией в биополе? 4 года. Сколько бес находился со своей воронкой в этом биополе? 5 месяцев. Какой у нас бес? 7. Как ты подключился и на каком основании ты подключился? Вышел из портала. С воронкой подключился. У тебя есть еще в доме, в квартире что-то? Мы ее сегодня чистим. Есть. Беса есть. У рептилоида ГРМ есть что-то еще в квартире? Да, есть платы. Платы. Скорее всего, нам придется их самим убирать. Потому что ваша судьба пока неизвестна. Итак, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Романа спроекцирует все энергетические сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные. Низкая аббрационная энергия в его биополе. Энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Конструкция идет все, да? У него вот какая-то гусеница, как раздражение идет, его перетеркивает. Я обращаюсь к Роману. Роман, ты меня слышишь? Он кивает. Почему не разговариваешь, Роман? Ты можешь разговаривать? Ты же можешь говорить. Он руки в сторону разводит. Не можешь, да? Или не хочешь? Не знает он. Не знает. Хорошо. Ну, мы потом спросим его куратора, если он нам ответит. Если есть такая возможность, почему он отвечает, что он не знает? Куратор отвечает. Он говорит, что здесь должна быть работа души, работа мамы, работа именно знания дела, а не поиск виновных. Золотые слова. Я благодарю куратора. Есть на земле наверняка у нас технологии, возможность развивать эту способность разговаривать. Он это имел в виду? Не только моторика и все остальное. И моторика. И моторика, да. Должно все работать в гармонии и балансе. Мы передадим эту информацию. Включая энергии, намерения души. Хорошо. Энергия, намерения души, это значит, он сам должен этого хотеть. Для начала мама. Для начала мама до 16 лет, она за него отвечает. Хорошо, мы передаем эту информацию маме, это все в ее руках. А потом он должен уже сам подключаться к этому процессу и все должно получиться. Реверс закончился. Отлично. Так, устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Роман забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Опиши. Возвращается энергия по чакрам, ему как тепло становится. От энергии изнутри он наполняется. Все правильно. Готово. Хорошо. Скэнер, просканируй полноту души на настоящий момент у Романа. Сто. Сто процентов. Хорошо. Идем дальше. Начинаем с беса. Бес, выходи, отключайся полностью, забирай все, что ты оставил, возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Подожди, у него, слушай, у рептилоида. Да. У него есть контракт с ребенком. У рептилоида есть контракт с ребенком? Да, он им разрешил установить эту конструкцию. Они пришли к нему и сказали, что мы будем вместе играть. Показывали ему что-то, показывали. Вот эту как гусеницу. Обманом заключили контракт. Ребенок кивал, хотел играть. Ребенок хотел играть, они обманом вошли в это биополе. Нет никакого оправдания вам. Паразиты вы сегодня будете наказаны, возможно, даже уничтожены. Я спрошу разрешения у матери, если она захочет, я вас уничтожу. Прямо сейчас и здесь на месте. И пепла от вас не останется. Сущности паразитарные. Хорошо, Вера. Как у нас с реверсом? Все закончилось, да? Он нас забирает бес. Бес. Да, он должен снять все и вернуться в клетку. Но у него особо ничего нет на руках. Нити он снял. И в ногах с воронка он был. Ну, ребенок капризничал наверняка, когда он его дергал или выражал какие-то эмоции, которые на чистоте беса. Хорошо. Итак, он все убрал. Скэнер, просканируй сейчас романа на чистоте рептилоида Греев и этой конструкции. Не осталось ли что-то еще незамеченным? Пошел процесс. Если что-то находишь, выводи это сразу. У него есть как диск сердечной чакры. Выводи этот диск, отключая его полностью вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все это выходит, зависает перед романом. Отлично. Выстраивай прямой канал от романа к этому диску. Один, два, три. И роман реверсом отдает все негативное патогенное низкооперационное, что он получил от этого диска. Да, будет так, а так и есть. Что возвращается? Этот диск, кстати, он сковывал его. Сковывал его развитие голова и как раз горло. Он, как знаешь, олова у него. Голова и горло залиты этим оловом. Оно в этот диск сам как голова. И мы нашли эту причину. Отлично. Все ушло? Да. Хорошо. Устанавливали фильтр золотой сеточкой на этом канале. И в порядке реверса. Роман забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли из этого диска, возвращается назад. Он хозяин своих энергий, забирает все свое себе обратно. Свет идет, да? Нет, там в принципе ничего нет. Это вот эта олова. Она имела просто свое предназначение заливать голову. Хорошо. Над ответственным клеткой загорается маячок. Кто установил этот диск? Грей. Отлично. И этот диск перепрограммируется. И я его вставляю в Грея. Не может вытащить. Синхронизируется, гармонизируется вместе с Греем. И включаю его на полную мощность. На отток энергии до 80%. Он говорит, что ты ломаешь мой орбитальный баланс. Убери, выключи. А ты его орбитальный баланс тоже уничтожал, паразит? Контракт есть. Хорошо, выключай этот диск, остается в нем. Идем дальше. Все все вытащили. Скэнер. Просканируй, больше ничего не осталось. Все чисто. Рассинхронизацию мы не сделаем без аннулирования контракта. Тогда начнем сразу с аннулирования контракта. Мама отвечает. Мама дает согласие на аннулирование контракта? Конечно. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Роман взял ответственность за служение своей руки и выражает свое намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Контрактом и договором. Договора выходят активно и подсвечиваются. Да, есть контракт. Пусть повторяет за мной. Мама за него повторяет. Внутри власти моего суверенного я объявляю за собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Энергия возвращается к нему. Ему очень понравилось. Он свободная душа. Он повторял за тобой, открывая рот. Сука нет. Молодец. Хорошо. Скоро заговоришь. Ничего. Готово. Отлично. Хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро. И все аннулированные контракты вместе с фантомами этих контрактов уходят на переработку. Закрываю, печатаю и растворяю. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Романа с конструкцией этой субстанции, рептилоидом, одним Греем и Бесом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Роману. Этим светом выдалит из себя все негативное патогенное, низкое аббрационное начистоток интерферентов и их подключик. Свет пошел, энергия выходит остаточной и формируется перед ним шар. Да, есть шарик, вышел. Открываю воронку в галактическое ядро, под шариком он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю, подхожу к Роману и помогаю моей энергией отстегнуть все каналы. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы. Все отлетело? Да. Открываю воронку в галактическое ядро и канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Хорошо, здесь мы сейчас закончили, но в принципе дальше уже никто не нужен. Хорошо, Бес, я тебя сейчас отправлю в этот дом. Ты соберешь за это время все, что ты там оставил. После этого ты покажешь мне все порталы, которые в этом доме находятся, в той части дома, который снимает, в которой живет Надежда. После этого я соберу тебе весь негатив в доме, низковибрационный, и отдам тебе в дорогу, и после этого отпущу. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в дом Надежды, один, два, три, и Бес со своей воронкой уходит в этот портал, дождается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя еще раз, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь конструкция с субстанцией, которая должна была в ребенке раствориться. 12% души мы вернули. Рептилоид, один Грей, один робот был, он не дожил до конца сеанса. Они еще также оставили платы в квартире, в доме, я их сам вытащу. Был заключен контракт с ребенком в раннем возрасте, они предлагали ему поиграться, и таким образом заключили еще и контракт с ним. Конечная цель была воровство души, изготовление тонких копий и так далее, и так далее. Это биологические опыты по скрещиванию. Мы забираем все вместе с конструкцией. Готово. Хорошо, клетка должна быть пустая у нас, Вера. Пустая. Хорошо. Хорошо, давай пройдемся по частотам. Переходим на частоту магической воздействия. Если таковое есть или было, оно проявляется. У него есть пятно. Пятно? Да. Хорошо, выходит это пятно. Отправляю его в клетку-тюрьму. Это грязь, которая идет от мамы, до женей шла, от ее магического воздействия. Понятно. Это значит то, что он успел отхватывать от того, что... Понятно. Под этим шаром, открою воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Переходим на частоту. Посмотри, сколько энергии нужно Роману, и какая частая вибрация будет ему комфортна. 150 и 18. На счет 3 в макушку головы Романа начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков. По 150% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. На 170. И поднимаем до 170%. Пошел подъем. Чистота вибрации поднимается до 18 Гц. Пошел подъем. Он говорит, что это как масло для моей израненной души. Не говорит, а телепатически передает. Я так и считал, что телепатически, да. Масло для твоей израненной души. Абсолютно верно. Готово. В дальнейшем мама должна наполнять его этими энергиями, поднимать вибрации до 18 Гц. Хорошо. Для этого мама сама должна уметь это с собой на себе сначала делать, а потом представлять и проговаривать. И так устанавливается защита над ребенком. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. На 4 запускаем процесс. 1, 2, 3. Душа спокойно проходит по всем энергетическим центрам. Они стоят в балансе, не смещены, как раньше. Ей удобно. Готово. Отлично. У него и у мамы одинаковые энергии. И когда они рядом, вот это его самая лучшая эмоциональная составляющая. Отлично. Хорошо. Роман, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас без этого всего? Ну, показывает себя. Очень нравятся вибрации, энергии. Отлично. Тогда мы тебя сейчас будем возвращать в твою систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. А потом вернем маму. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Романа в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он не очень хочет возвращаться. Не хочет? Понравилось? Он себя хорошо чувствует, балансированно, гармонии. А этот мир, он враждебный для него, как он считает? В этом мире есть. Очень важен внутренний покой. Хорошо, покой и от внешнего мира тоже не зависит. Ты можешь всегда его иметь в своей душе. Об этом идет речь. Готова. Невзирая на обстоятельства. Отключаясь от объекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...